Добрый вечер дорогие любители киберспорта и промокодов мы рады вас приветствовать на трансляции четвертого тура группового этапа турнира master of the sword главным блюдом сегодняшнего вечера встанет противостояние между коллективами перцы и пингвины сегодня в руле гида по закоукам рада альерта выступит immortal hero doff а комментировать будем я мистер бутерброд и мой напарник сотников ваня ваня привет привет бутерброд ну и ну в группе матч сегодняшнего дня это эпики против инвов который состоится 21 00 это да совершенно верно но ваня ты же понимаешь что тот матч интересен в первую очередь тем что там интрига по очкам но тут интрига заключается в том смогут ли перцы взять реванш на такой противоположной карте парами да кстати говоря это очень замечательно ты заметил потому что на такая тавтология немножко именно так мне тоже всегда казалось что рада лерт это нечто противоположное парню она закрытая карта по-другому больше тропа немного ну и по-другому она выглядит даже логично в общем даже логично сегодня до составы представить именно я именно это и хотел сказать сегодня за синик я с твоего позволения имени с перцев начну у нас за синик именно они отыгрывать будут и сегодня защищать честь данного коллектива будет гвп рафаэлла крэзи твист модаст и дон сандра а за команду пингвина они сыграют за красных что логично грека точно стрелок ассертив секрет дрема лангбов и манимейкер смотри как интересно у нас в самом начале пигрек сливает манимейкера я думаю что это что-то хорошее значит кстати есть интересный момент что перцы решили играть в два васпика не стали они одевать 3 и пингвина тоже ну может быть это стратегическая задумка будут они больше времени что нет пингвина в 3 васпика все-таки а перцев 2 ага но тем не менее перцы сейчас да именно как раз один из вас пав перцев только что лежал в минусе это был ггвп на дропе и это было грустно в любом случае у нас сейчас моды пытался штурмовать вражеский флагшток правда на долго его не хватило пока что присматриваются у нас команды хотя мини атака была уже и от перцев и вот сейчас происходит от их соперников но да тут конечно ничем она не увенчается ну смотри если там на парме мы ну точнее я точно понимала с моим коллегами замком что пингвина там фавориты а вот на реталерте для меня все-таки фавориты перцы что ж такое ну я вынужден согласиться с тобой потому что да как интересно заметил нас мегакрит перцы действительно весь прошлый мастер of the sword играли именно на этой карте поэтому я думаю что скилла здесь у них хоть отбавляй среди ночи разбуди они скажут как то здесь надо играть тем более все прострелы здесь до боли знакомые я думаю что перцы также катали тренировки на данной карте я не совсем понимаю чем был обусловлен выбор со стороны пингвинов идти на редалерт потому что лично я бы с перцами на редалерт не пошел видимо пингвины уверены в себе молодые люди которые понимают что они нагнут молодые птицы воды птицы неопытные неопытные ну возможно возможно они действительно уверены в себе не зря посмотрим во всяком случае ты обрати как хорошо сейчас secret dream заходит и по сотке будет увозить если бы не респы это да нет это точно будет у вас и на перехвате то никого нет доставка вот так вот быстро и легко играючи у нас доставляют пингвины и выходят вперед ну дело в том что три танка у пингвинов были на двойном уроне это secret dream с кимпы money maker на ддшке плюс еще longbow ддшки а уже вторым темпом заходил на д и не 3 танкист и увозил к тому же там была встреча сейчас центр также для не 3 поэтому перехвата там как такового и не могло быть особо ну чтож во всяком случае до перехвата не было это это конечно плохо для перцев во всяком случае заход был шикарным два игрока надо не 3 без особых усилий увезли у меня сейчас играет да уже 3 а он уйдет смотри только дон сандро сейчас может подавить 6 по нему не надо запчать спрашивает как хорошо слушай хорошо отыграл отлично сбросил и сейчас все грамотно делают пингвины они ушли именно на тот фланг где не было вражеских игроков это будет доставка более того он был сливает манимейкеры бедный манимейкер его сливают самого начала раунда вот так вот ожидал ли ты такого ваня ну там очень четкая рельса прилетела в помощь грэгу который проходил по талам он убил последнего дейфера и еще твисты я вот не понимаю как твист не попал ну казалось бы там выдавать прострел вот с этой кимпы по вот тот вот уход на вайспек и секрет дрим смотри на фуле уже заезжает твиста надо убивать секрет дрима но тот его не замечал видимо да сейчас твист хорошо законтролил соперника но и и собственно атаки закончились вот эти вот потуги но что можно сказать у них есть перцы есть перцы на дропе правда рафаэл воюет с витринными мельницами пока не очень удачно а в это время ггвп неплохо отвлек на себя внимание если сейчас дон сандра и сокомандники помогут то это может быть у вас но очень хороший фокус от пингвинов они очень четко разбирают всех и собственно никого больше из перцев не остается вот так но очень красивый пингвины конкретно по фокусу отыграли данной ситуации да ну это на той редалер тут карта небольшая они отреспились не так далеко от флага поэтому это было не трудно я замечаю уже не первый раз как ггрэд пытается заходить по тылам как это рэк да рэк конечно пытается заходить по тылам и это так так замечательно это так ностальгически нужно что-то делать там secret dream просто в чатике писал и смотри ггрэк и зовут просто грэг грэг я поэтому грэгом и называл все это время все хорошо значит грэг интересная анаграмма да мне очень понравилось именно стрельба по фокусу в том плане что не все смотрели в одну цель то есть по конфе и видимо работали так как допустим три танка даже не обращали внимание на гглп который заходят с построения видимо была конференция что их убьют они сначала типа посмотрели потом развернулись на канал ну вот очень заметно было наверное во многом это сейчас и помогает им хорошо себя чувствует на карте потому что ну вот смотри secret dream отлично заходит и жаль только да есть слишком много синих танков которые не позволят ему даже забрать дашку соперника хорошо смотри как сбивает рельсу дон сандра сертиф но и конечно не будет никакого захода но и ддшного дон сандра в дефит тоже и снова смотри весь дроп остался за пингвинами кроме одинокого рафаэла на дашке который пытается заходить в атаку на которую моментально убивают там 3 а 5 ддшных танков пингвинов было но не ну хотя надо отдать должность что-то красная база типа ну да конечно я напомню что например на матче который я помню одним из последних ну как одним из первых он был вообще у нас тогда играли invincible против эпиков и там как раз за красную сторону сыграли они похуже я про эпик ну посмотрим что будет тут но пока что 20 и только модест пытается увозить хорошо все зашел но будут его фокусить до неизбежный возврат и тут тоже увоза смотри грех то будет увозить его конечно сольют но есть и командники это будет подхват нужно их не смогут они наверно сфокусить разве что money maker что-то сможет сделать отлично точность был сбивает рису отлично смотри как же хорошо за самый бесперспективный увоз цепляются пингвины уже 30 давай я не мог этого ожидать еще 9 минут назад сказали бы мне о таком я бы не поверил вообще мне немножко вот просто неясно каким образом этих пингвинов авангарды в мостах как это вы мосты ци немножко другая карта да нет даже есть мы мы видели от пингвинов идеальную почти парму мы видели мы видим сейчас но пока еще только за красную базу идеальный редалер если так сложить две карты это выходят мосты ну почти просто почти я серьезно непонятно каким образом вань я так скажу что по личным моим ощущениям все таки мосты если ранжировать их больше походит на стрельбу на вообще игру на парме я бы сказал что мосты это такая специфическая карта ввиду тех же сторон несбалансированных поэтому на ней могут конечно по-другому себя показывать команды к тому же как мне подсказывают вот и инсайдики инсайдики у нас пингвина оказывается довольно часто тренировали брэдалер и если это так то в принципе все закономерно ну молодцы значит по крайней мере я надеюсь что мостов но опять же вот эта победа пингвинов как может есть и пингвины победят в этом матче что пока еще не факт герцы могут и хорошо отыграть в дальнейшем то это авангарды и по тп хаосов но это было прогнозируемо в целом целом да это усложняет именно ситуацию для авангард потому что при победе перцев гораздо все было бы проще а так нет ну почему если сейчас побеждают например пингвины после этого авангарды побеждают или играют в ничью с перцами то такое такое если так то конечно да ну да конечно в плане того что надо сражаться с перцами стало посложнее да к тому же и с пингвинами они могут побороться хотя я конечно надеюсь что дважды на одни грабли пингвины не наступят было бы смотри проще просто в том плане если пингвины сейчас проигрывают тогда специи может цепляться за одну очку а можно вообще не цепляться и тогда просто отдаться полностью пингвином в ту игру и по сути если там играешь в ничью специи с пингвинами то выходишь дальше из группы а так не получится теперь такая минутка аналитики специально для авангардов ну во всяком случае ваня ты безусловно прав здесь станет немножко посложнее авангардом но у них остаются шансы до сих пор это самое главное да у перцев есть небольшие проблемы системы например мистер сприк как минимум не вижу на карте и афинсифа да вот этих двух игроков ключевых восповодов мы не видим но елки-палки чемпион эмоции на минуточку да четвертое место на мч давай давай не будем перечислять все так то у них весь состав должен быть играбелен как минимум у меня на такой счет за красную за синюю сторону ничего личного смотри выходит но вместо твиста нет крэйзи заменили вот так крэйзи вышел и зашел третий восповод но ничего личного хорошего вас вас повод конкретно как хорош он неплох неплох посмотрим я надеюсь что это красная сторона как ты правильно заметил красный посильнее все-таки поэтому посмотрим сейчас modest неплохо заходит смотри из под моста и будет по поляне он заходить отлично он немножко отклонился от курса из-за этого вернулся от рельсы правда да слишком много здесь отличная рельса напоследок забирает он собой манимейкера ну конечно атаки не будет если только ничего личного не сможет как-то чудесно вернуться сразу от нескольких рельс но атаки от пингвинов также не предвидится ничего лично любом случае красавчик он забрал вражеский дроп и благодаря этому он молодец да да здесь сделал он все очень красиво и вот жаль что modest не успел дожить даже до того чтобы выдать хотя бы одну красивую рельсу флова его тут же разобрали поэтому ну разве что атака без дропа наблюдаем если сандры сейчас не попадет слава богу были бы проблемы у перца да но перцы сейчас неплохо да смотри рафаэлла красивую рельсу выдает правда в домик но красивую деф сейчас перцы хорошо отжимаются они пытаются атаковать по респам своих оппонентов даже без дропа это радует смотри как же хорошо лангбов живет здесь он будучи на одну рельсу очень много здесь делал дважды он дон сандра нарез подправил в частности ну пока что все перцы с леса пытаются заходить я не знаю как бы это не стало ошибкой потому что свой левый фланг они полностью отдают соперникам и вот манимейкер д дешны я думаю здесь будет неплохо сейчас отыгрывать если его сразу не сфокусить дон сандра нет дон сандра его не сфокусит и теперь уже манимейкер должен с рафаэлка нет не успевает он перезарядить свою рельсу и собственно опять дроп собирают команда неплохо смотри моды будет заходить по центру будет заходить до нитровым и это будет уже что-то а во всяком случае внимание он отвлек смотри грэг как хорошо грэг зашел будучи битым отлично он увернулся от рельсы теперь будет уходить все ну тут секрет рима забирает дашным подхватывает флаг и теперь отлично секрет dream как же ты хорошо сейчас отыграл сбивает он рельсу дон сандра и это будет доставка отличная рельса отличная вообще игра право перцы что вы делаете и браво пингвины красавчики правда там вот минимально не запнулись в момент доставки получили сквозную рельсу но сам момент у воза как всегда кстати грэг грэг наконец-таки научились правильно называть благодаря секрет риму он в очередной раз делает атаку совы и рафаэла кстати дается увозить на томить лангбов любом случая будет он тут как-то это перерывать и весьма успешно тут уже вряд ли вряд ли что-то получится у перцев но атака от пингвинов вот эта доставка я думаю что это может стать хайлайтом отлично я кстати напомню что у нас на канале на youtube канале на этом самом начали выходить хайлайты поэтому смотрите наблюдайте и делитесь в комментарии в комментариях своими ощущениями ну пока тут как минимум уже 4-5 хайлайтов да чисто от пингвинов пока перцы еще не могут показать за полтора раунда к сожалению к сожалению для перцев это конечно прискорбно но пингвины молодцы я даже не ожидал от них такой прыгать и отлично они себя показывают особенно вот эти заходы как хорошо они играют ты замечал в предыдущем раунде что они у них конференция на уровне так вот я замечу что у них на уровне и сыгранность в целом на карте очень вовремя они выдают рельсы куда надо очень смотря силив скидки смотрим на средства который сейчас будет увозить на канала да ну другого маршрута ему не надо там четыре танка рафаэлла конечно заходит на его убьют точно стрелок и ассеки спокойно почти спокойно падает ну это это провал на самом деле потому что гвп будет подхватывать гвп будет отвозить как минимум а возврат от перцев будет даст а грэг вернет вот ему пока просто поехал в минусе хорош грэг красиво очень красиво даже вот она конфа я уверен что конфет сказали он на одну поедь верни могу по-другому вот четко был нацелен на флаг на увоз я уверен что это просто не невероятно грэг настолько хорош что он даже в минусе делает для себя хайлайт если бы он вернул сайт еще бы увез при этом ой это 60 я бы вышел на месте пятца скат все спасибо ребят я на такое не подписывался ну лангбов должен сейчас да ему помогают отлично лангбов выживает но ничего личного не это ничего личного тоже не смог вас ли а сандры не попал еще по нему убивает он рафаэл но сандры со второго раза все-таки убил да кстати обрати внимание пингвины то смогут отжать дроп у своих соперников вот там секретки в лесу и теперь уже дашь на асерте будет заходить оставляет еще не тру вражескую под асертефа манимейкер там ты точно еще присутствует без ты на модеста обокрали единственный который захотел в атаку на эти самые дряжки теперь и он не сможет туда заехать вот он без доедет это не так опасно встретились два атакера грэг и модест ассессию в какую релью выдал под мостом и секрет dream снова вот он один опять заходит я бы не сказал что пингвины жестко прямо такое много корпусов они атакуют по одному и вот да да будет спокойно с пустой базы ничего личного не видит отличный фокус от лингвинов манимейкер на нейтре не попадает манимейкер обманка нужна обманка нет не делать но есть грек я говорю у него даже в минус когда уложиться это хайлайт грэг ты хорош жалко самоуничтожение нажалом мог я думаю еще и флаг увести конечно ну грэг хорошо отыгрывает если бы он еще не лег минус это возможно был бы у вас так он не лег минус ну а на гусеницу понял о чем я так сандру и там уже тогда в любом случае сейчас перцы наверное в замешательстве потому что ну как-то по игре я бы сказал что очевидно доминация их соперников пингвинах хорошо себя чувствует вполне комфортно и вот эти вальяжные заходы по тылам даже без дропа яркий тому пример дом сандра должен контролировать эту дэшку и я надеюсь что это станет первым звоночком нет даже здесь лангвов забирает эту дэшку и все ну по сути это первый маленький провал по дропу есть модест модест хорошо себя пока что чувствует он дашь на и нужно ему ехать в атаку в атаке его встретит сразу два дэйфра и секрет дрем будет до дэшным надо до секрет дрем уезжает смотри-ка он еще и смотрит на модеста но сандры жалко не видят сандра выдал таму релью спина теперь то секрет дрема и на него обратить внимание но тут уже поздно ехать в атаку не очень сильно трем этим другом распорядился до минуту до конца перцы конечно поехали в атаку но проблема в том что вся их атака складывается с одного направления пингвином вообще падает минус соответственно когда у тебя на рыдаре особенно вся атака складывается через центр допустим то проще всего отфокусить хороших конферос будет еще одна атака фэлла наконец-таки поможет это неплохо заходит есть еще модест и атака точно будет лангбова не видно правда пока модес на одну остается убивает модеста гвп также на одну точность стрелок должен тут разбираться со всеми секрет рим закрывает эту атаку ну да как-то не очень успешно но тем не менее пытались огрызаться перцы в любом случае счет у нас уже не такой разгромный и это наверное радует посмотри как-то не очень хорошо себя чувствовали перцы пупы видно что только твист имеет положительный скажем так у п который перевешивает за единицу но этого конечно мало очень обидно и очень я думаю больно знаю пока перцы очень их вообще не видно то есть они как будто тарантон с первого сервака который зашел покатать против конфлик но они просто катаются ну да на самом деле как бы обидно не пришлось это признавать но пока что командной игры я не вижу от перцев в отличие от их соперников потому что перцы перца отыгрывают очень ну я бы не сказал что даже даже дроп они контролируют не так хорошо как их оппоненты по всему к тому же я вижу неоднократно как неплохо играют у нас пингвины по определенным позициям тот же например лангов я вижу в дэйфе практически всегда хотя бывают моменты когда он в атаку даже выдвигается пингвины играть свое удовольствие я не вижу от них вообще никакого напряга так как перцы просто банально не атакуют но у них атакует только модерст постоянно если забирает дроп едет в атаку единственное момент где перцы командно атаковали это концовка предыдущего раунда там они в пятером шестером поехали а так это один модерст попытки отжать дроп рисовать ничего личного было ну и собственно ну ты знаешь вот когда они в конце заходили я уже ощущал этот увоз я вот уже чувствовал что это будет сто процентов доставка но как-то когда заходили их соперники в таком же составе также был да нитровый игрок также несколько простых игроков они увозили а здесь очень хорошо разбирали своих оппонентов пингвины весь такая ну тут проблемах перцы была потому что они никого не убили там как бы так как стояли игроки так и стояли пусть на одну рели но они были все живы почти кроме лангбола лангбола там убили то всех остальных никто не трогал и они просто стреляли по перцам я знаешь вообще не понимаю как пингвины увозят потому что там заходит один игрок типа на дашке на дани 3 да да это к тому что у перцев очевидная проблема в дефе не первую игру мы это уже замечаем ну ты знаешь когда очень неплохо заходят простые игроки пингвинов и отвлекают на себя внимание то увести одному дашь нему игроку наверное не составляет каких-то больших трудностей учитывая что заходят они всегда вовремя он спускается и лежать до центра там же фокусом пингвина отрабатывают и да и помощь за командников все так вот гвп смотри да да они три в одиночку заходит но тут сразу три игры четыре игрока на него смотрят это было бы совсем уже да благо тут разбираются перцы но вот так это продолжается ну это снова промахи а дон сандра вот не убил ассертифа и еще одного дефера сейчас тоже не убьет манимейкера ну и все как бы если никого не убиваешь а там стоят в дефе четыре игрока пингвинов на одну релью как ты увезешь если они стоят и стреляют живем по ним и не попадаете их обидная критика но что есть то есть и пока что ничего перспективного со стороны заходов от перцев я тоже не вижу как же хорошо сейчас фокусят своих оппонентов пингвины от лангов манимейкер вот они заняли эту центральную водокачку хоть и снизу но они фактически всю карту контролируют надо правда посмотреть сейчас на правый фланг там сразу три игрока собрались и вот манимейкер уже и туда успел выдать рельсу отлично модус разбирает ну и должен быть заход а где дроп а дропа нет надо о ггвп смотри ггвп будет забирать дроп своих нет не будет он видимо забирать да и лангбов не будет оставлять грэгу оставляется дроп у пингвинов и нету никого в дефе снова где нет рафаэл вернулся в деф модист игнорирует грэга он был увлечен ассертифа а грэг игнорирует монаста и в целом все благополучно успел вернуться от рели 1 ггвп ну ладно тут конечно ггвп там анимейкера убил с фланга поэтому наверное ладно ассетив зато забрал дашку бедного модаста которого снова обокрали до стреляет он по воронам ну что ж у нас ггвп забрал дашку и стоит пока что в дефе а это значит что атаки нет и пока не предвидится у лангбов падает минус теперь уже теперь уже надо призадуматься о дефе собственно пингвином потому что заходят потихонечку прессингуют перцы обрати внимание дон сандра занял вот этот уголок своих соперников я пока что не понимаю зачем он оттуда никому не выдает рельсу он простоял там почти минуту сейчас заходят но снова вот точного стрелка не убивают сандры все зато есть грэг на дэшке который убивает ничего личного и закрепился на флаге синие команды молодости тоже не ведь если бы перцы заходили в атаку хотя бы сыгранная командная вот не хватает очень сильно модуста фэнсива и мистер спри без этих двух ребят вообще атака не идет у перца ну ее вообще нет согласен да и ну явно видно что не хватает у ребят в атаке они вроде бы отыгрывают даже неплохо но чего-то какой-то сыгранности чего-то не хватает явно он сейчас до перцы поддавливают пингвинов это видно дон сандр забирает дэшку на кимпе но пингвины они просто стоят и стреляют смотри как интересно assertive сливает своего сокоманника вместо чтобы слить соперника но у нас самое интересное происходит на флагштоке синих команды потому что здесь грэг будет собирать еще и дэшку и неплохо увозит очень даже неплохо правда на одну рельсу остается но есть манимейкеры и тут должен быть его по нему то никто не почти никто не тон сандра промахивается и все еще раз забивает сандра прицел сзади вангубов отыгрывать на сто процентов и снова грэг увез факт кстати надо отметить что грэг просто идеальную траекторию выпадали да вот во первых не подставился под две рельсы ну он получил сначала да потом и ему команда сильно помогла убив там одного in танк на каналах но это не умаляет заслуг грэга который в одиночку тащит флаги перцев имеется это центр но естественно как бы у нас самое сложное наверное это как раз таки вывести флаг с рисков своих оппонентов и с этим грэг справляется замечательно ты знаешь вот сейчас у нас шесть минут раунда позади и счет 1-0 в принципе все до боли похоже на предыдущий раунд и я напомню что теперь уже перцем надо привести сразу два флага чтобы побороться хотя бы за одну очку дроп они конечно пытаются контролировать но пока что его реализуют не очень успешно мне в этом раунде перцы лучше отыгрывать чем предыдущих они давят пытаются давить пингвинов окей но это ничем не помогает я сам потому что у них у самих увозит один грэг вероятно тут снова грэг рафаэлла ты же видел если бы он размонсил от ничего личного в сердце это было бы так вот я думаю что здесь все-таки сыграла злую шутку с перцами вот это подлагивание мы видели что ггвп чувствовал себя не очень хорошо и сейчас его заменил тоже его сокомандник листом ту юхи и он отыгрывает также на вас нужно ему очень-очень постараться для того чтобы помочь своему коллективу вот смотри рафаэлла забрал вроде бы да не true но надолго опять же его не хватило это не работает так на рыдаре ты здесь есть вот такие ребята как у пингвинов у них просто три танка стоят по всей ширине карты и они тупо кемперят ну ты не можешь один увести это невозможно а у перца такого нет перца постоянно идет в атаку давит 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 у них еще дон сандра есть еще пару игроков которые ключевой момент не попадают ты знаешь я вот что заметил очень хорошо играют пингвины с той точки зрения что каждый раз когда к ним заходят перцы массово в пять в шесть игроков а такое мы не раз видели они отстреливаются и успевают находить вот этот момент когда перцы еще не отрез пились но уже находятся где-то между респом и атакой и вот они вы именно в этот момент заходят и увозят сейчас правда этого не получилось сделать но я думаю что secret dream под патронажем асертифа неплохо будет заходить хорошее время сейчас выдал ну да грэг там грэг главная угроза для а перцев который подбирает да нетру и убивает его манимейкер д д д ну грэг оставил д а не оставил я хотел второй фак увидеть но ассетий все равно может увести смотри рафаэл уже видел его стреляет рафаэл и что еще дашку забирать на респах у перца просто с этим берет факт и увозят как вот именно что просто берет и увозят якушки диета ты знаешь когда это аптека выпадала я насколько помню твистом стоял я был уверен что твист видел заходящего до нитрова игрока и точно забрал бы аптеку если бы это сейчас был увоз то ну провал был бы на его совести как бы изначально рафаэл стоял д д д на вот этой площадке видел как падает эта самая дашка и мог сказать своей команде что ждите атаку из-под мастера да нет в общем явная проблема с составом скорее всего перца первую очередь ну да я хочу опять же сказать что жаль конечно перцы действительно ну можно как бы сказать оправдать их немного ввиду того что состав не тот но это нисколько не умаляет заслуг их соперников пингвины молодцы пингвины побеждают данной матче со счетом 3-0 и зарабатывают 3 очка в свою копилку поздравляем пингвина